Итоги уходящего четверга Виртуальный тур – уникальная возможность по-настоящему прочувствовать атмосферу Бобруйской крепости О чем молчат экспонаты А также всенародная память, бесплатный роуминг и почетный статус Слуцк станет следующей культурной столицей Белоруссии Не выложились по полной Александр Лукашенко провел совещание по итогам зимней Олимпиады в Пекине Этот разговор с чиновниками и спортивными функционерами глава государства анонсировал еще 26 февраля Когда посещал республиканские соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам на призы президента Белорусский лидер отметил В стране есть все, чтобы спортсмены завоевывали медали Но нет ответственности за расходование выделенных средств Всем присутствующим абсолютно понятно, что речь сегодня пойдет о ситуации в большом спорте В данном случае я не хотел бы говорить об идеологической составляющей Это очень важно, особенно сейчас Я просто хотел бы, как человек практичный, услышать ответ на главный вопрос Мы сделали все для того, чтобы спортсменам можно было достойно выступать, подготовиться, создали условия И это недешево обошлось нашему государству Что в результате? Белорусские атлеты на главных стартах четырехлетия, напомним, завоевали две серебряные награды Медали в активе биатлониста Антона Смольского и представительницы лыжной акробатики Анны Гуськовой Еще одной темой совещания стали перспективы развития зимних видов спорта в стране Александр Лукашенко предупредил В нынешних реалиях хоккей не будут вкладываться миллионы долларов Первая и последняя работа Правоохранители задержали жителя Кричево за распространение наркотиков У молодого человека обнаружили более 50 грамм мифедрона Он действовал в составе организованной преступной группы и работал на онлайн-магазин несколько месяцев Установлено, что иногда он получал партию готовых закладок Иногда крупный вес психотропа Который в домашних условиях делил на мелкие дозы А после раскладывал закладки на территории областного центра К слову, 17-летний парень сам употреблял наркотики И возбуждено уголовное дело Сколько стоит жизнь ребенка? В Могилевской области проходит неделя детской безопасности Только с начала года правилами перевозки маленьких пассажиров Пренебрегли 317 водителей В 2021-м к ответственности привлечены 1568 автомобилистов С подробностями Ольга Васинда Час-пик. Минская. Наряд ДПС останавливает машины одну за другой Акцент инспекторы делают на детскую безопасность Вблизи центральной магистрали сконцентрированы сразу несколько учреждений образования Сотрудники ГАИ тормозят Volkswagen Passat Водитель и пассажиры пристегнуты Но самый маленький, 6-летний, сидит на обычном сидении На первый раз предупреждение В ПДД черным по белому написано Перевозить детей до 12 лет можно только в специально удерживающих устройствах При этом автокресло должно соответствовать весу и росту малыша Штраф до 128 рублей За повторное нарушение в два раза больше Обойтись без бустера можно Только если ребенок выше 150 сантиметров С 21 марта по 27 проводится неделя детской безопасности А также с 21 по 3 апреля проводится целевой комплекс профилактических мероприятий Ребенок-пассажир Целью данных мероприятий является профилактика детско-дорожно-транспортного травматизма В преддверии каникул и вообще в целях профилактики Производители предлагают десятки моделей удерживающих устройств Цена зависит от возраста Самый дешевый – бустер Его можно приобрести всего за 55 рублей За автолюльку просят от 170 Автокресло до 18 килограммов стоит порядка 300 Главное, отмечают специалисты, не брать на вырост Чтобы наверняка не ошибиться с выбором Проверьте, есть ли на изделии вот такая наклейка Это маркировка соответствия европейскому стандарту безопасности В этом кресле-трансформере есть уникальная функция поворота на 360 градусов Плюс противоударные боковины, подголовник и три системы крепления Подойдет оно как новорожденному, так и ребенку до 12 лет Стоимость – 510 рублей Только с начала года детской безопасностью в Бобруйске пренебрегли 317 водителей До 2021 к ответственности привлечены 1568 автомобилистов В масштабах страны с участием несовершеннолетних произошло 226 аварий 15 малышей погибли, 233 получили травмы Помните, автокресло может спасти жизнь вашего ребенка Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360 Союзный роуминг, беспошлиный ВОЗ и коллективный иммунитет Свыше 5 миллионов белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Каким должен быть минимум? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Указом президента изменено название даты 22 июня Теперь это день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа На нашей земле фашистами было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей Беларусь потеряла каждого третьего жителя Беларусь и Россия отменят плату в роуминге с 1 апреля Ранее между странами были значительно снижены тарифы В связи с этим увеличилось количество входящих вызовов в полтора раза, исходящих в два Также абоненты стали чаще обмениваться СМС-сообщениями и пользоваться интернетом Более 5 миллионов человек прошли курс вакцинации против COVID-19 Таким образом полностью привито 57% белорусов Для коллективного иммунитета, по словам медиков, следует достигнуть как минимум 80% Уровень заболеваемости коронавирусом стремительно снижается во всех регионах страны Белорусы смогут ввозить электрокары без пошлины, но пока только до 2024-го От уплаты освобождаются граждане, постоянно проживающие в Армении, Казахстане и Кыргызстане Тарифная льгота должна помочь увеличить спрос на зеленый транспорт, а также их выпуск и распространение Слуцк в 2023-м станет культурной столицей Белоруссии Республиканская акция проводится с 2010-го Ее цель – популяризация достижений национальной культуры, презентация самобытности регионов и их туристической привлекательности В этом году честь выпала Орша Бобруйск носил звание в 2017-м VR-тур по Бобруйской крепости Краеведческий музей создал несколько уникальных онлайн-проектов Фильм о шлеме X века, который не так давно обнаружили на территории города, победил на областном конкурсе Уже сейчас посетители могут увидеть экспонат вживую О хранителях прошлого Карина Гуревич Пандемия повлияла на многие сферы жизни белорусов, в том числе и на культурную Учреждениям пришлось искать новые способы поддерживать контакт со своей аудиторией на расстоянии Бобруйский краеведческий музей удачно справился с задачей и создал несколько уникальных онлайн-проектов Ролик о шлеме X века занял первое место в области Таких шлемов не находили вообще на территории Беларуси, аналогов не найдено И поэтому, конечно, мы решили дать возможность посетителям, виртуальным посетителям музея Потому что мы делали это как раз в разгар пандемии И на нашем YouTube-канале мы разместили вот этот небольшой фильм Люди получили возможность его рассмотреть, потому что тогда шлем еще сначала был на реставрации Краеведческий музей каждый день находит новые способы привлечь не только взрослых, но и маленьких посетителей Квесты, мастер-классы, необычные экскурсии Ведут здесь социальные сети и даже создают мобильные игры Все, чтобы привить любовь к истории юным исследователям Окунуться глубже в историю можно прямо на месте через VR-очки Пройтись под Нурва, выстрелить из пушки, встретиться с почетным караулом Виртуальный тур – уникальная возможность по-настоящему прочувствовать атмосферу Бобруйской крепости И все-таки посетить музей вживую, увидеть и иногда даже прикоснуться к экспонатам – непередаваемые ощущения Взглянуть на чучело животных и в деталях рассмотреть военные атрибуты Одно из самых удивительных мест – зал современности Здесь собрано все об обруйске – от почетных граждан до подарков именитых гостей Здесь еще есть и такие знаковые экспонаты, как Орден Трудового Красного Знамени Может быть, даже не каждый обручанин знает, что живет в орденоносном городе Бобруйс был награжден этим орденом в 1987 году, к своему 600-летнему юбилею Изучение экспонатов, пополнение фондов, проектирование выставок, учет и каталогизация коллекций Благодаря кропотливой работе научных сотрудников ежегодно белорусские музеи Пополняются историческими документами, уникальными вещами и некогда забытыми фактами Хранители прошлого, как никто другой, понимают, что нужно будущему Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360 Гонки на снегу – город принял областные соревнования по картингу На площадке возле хоккейного клуба «Бобруйск» собрались исключительные любители драйва Участники АЭХ-38 боролись за победу даже несмотря на нелетную погоду Возраст от 8 до 17 Помимо скорости, движение нужно выполнять с ювелирной точностью За касание фишки – штрафные баллы Погода могла, конечно, быть и лучше, но все равно состоялись соревнования Ну, я надеюсь на победу, ну или хотя бы на какое-то место Команды победителей представят Могилевскую область на республиканском этапе Который пройдет в нашем городе в начале апреля Первое и второе место взяли Бобручане, третье у областного центра Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА